Приготовьте, пожалуйста, плечо. Может быть, повышение температуры, ломота в суставах, головная боль, общая слабость, недомогание. Прививку от коронавируса теперь можно сделать, не выходя из дома. В первую очередь бригада медиков выезжает к маломобильным жителям, ветеранам и пенсионерам преклонных лет. Человек имеет право, житель, записаться на вакцинацию либо по телефону, либо при личном посещении поликлиники, или через портал госуслуг. Все варианты возможны, все доступно. Выбирать для себя удобные тени и время. Вакцина всегда есть в достаточном количестве. Сначала пациента осматривает на дому лечащий доктор, с ним проводится беседа. В случае, если нет противопоказаний, на дом выезжает мобильная бригада. Именно такой способ вакцинации выбрал Сергей для своей мамы Надежды Иосифовны. Состояние здоровья не позволяет ей выходить из дома, да и лишнее волнение ни к чему, уверен Сергей. Ну, поскольку сейчас пандемия и очередное повышение ожидается, наступление более теплой весны, и поэтому надо, наверное, в общем-то, особенно пожилым людям, нужно вакцинироваться. Услуга выезда на дом бесплатна, как и вакцинация. Сделать прививку может любой желающий, причем когда угодно. Недавно в городе начал работать круглосуточный прививочный пункт на Мичурино-125. Также перед крупными торговыми центрами работают передвижные комплексы, где тоже можно привиться. Эта работа в области ведется для повышения доступности вакцинации. Такую задачу поставил президент России Владимир Путин в своем послании. Медики рекомендуют соблюдать масочные режимы и социальную дистанцию даже после прививки. Так риск подхватить вирус значительно ниже. Виктория Шарая, События.